Этот лес называется «Темный». Летом, даже днем, в нем темно. Старики местные называют его «Казенный лес». Он в царское время предбежал казни. И в нем была запрещена рубка, был в такой некий заповедный лес. Квартал 36 выдел два делянка один. Так сухо и как-то по-канцелярски звучит название этого леса на специализированных картах. Вернее, уже не леса, а того, что от него осталось. Официально рубить казенные деревья начали еще прошлым летом. И как-то уж слишком лихо взялись. Вот наш лес. Весь пилят. Лес маленький. Раньше мы ходили за грибами, теперь за грибами ходить некуда. Все выпиливается. Раньше это был лес. Теперь древесина. Географически это деревня-зарыдки Спасского района. Место вовсе не глухое, как может показаться на первый взгляд. Полтора года назад здесь, например, проводили, на секундочку, межрегиональный фестиваль Иван-чая для детей с особенностями в развитии. Часто в казенный лес наведывались и его исконные обитатели. Лес богат на грибы, на травы лекарственные. Есть в нем и дикий зверь. Вот у нас недавно сюда приходил лось. Поел молодых веточек. Понятно, что никаких иван-чаев и мимо пробегающих зайчиков детвора здесь вряд ли уже увидят. А увидят вот такие листки, создающие вроде как легитимность рубки. Кстати, из всех указанных номеров телефонов мы дозвонились только по одному. Мы, санитары леса, самоуверенно заявили нам исполнители. Дескать, всю работу контролируют и подобные оздоровительные рубки в этом же Кирицком районе они уже проводили. Так вот опухоль возникает у человека, так и с лесом тоже нужно заниматься. Технологически мы должны собрать волки для перегноя и все такое. Но в конечном итоге потом сказали, что нет, надо сделать, сжечь. Сжечь вот это все, то есть вот эти волки, которые мы собрали. И мы сжигали, там перестой очень много уже, и самосеп, и все такое. То есть, если это не рубить, то в конечном итоге может быть хуже будет. Вот уж не знаю, похоже ли это срубленная и уже подготовленная древесина на сухостой перегно и коряги. Вы серьезно думаете, что это будут сжигать? В общем, решайте сами. А я напомню, что Спасский район, а зарыдки это Спасский район, с темой бесхозяйственной рубки леса связан уже давно. Так называемых черных лесорубов ловили в районе и 8 лет назад, и 4, да и в декабре прошлого года слово «Спасский» фигурировало и в деле о воровстве 300 кубов сосны. Нагнетать ситуацию мы пока не будем. Возможно, рубят здесь действительно официально. Вот только на вопрос «Зачем?» ответ от убийц темного леса местные жители так и не получили. Пока. Максим Васильев, телекомпания «Город». Максим Васильев, телекомпания «Город». Продолжение следует...